позже. Затем, что произошло в Торино? Конечно же, все наши финалисты представили практики как в Хакатоне, это были краткие выступления, так называемые пичи, и жюри произвело отбор, были выданы сертификаты, также были выданы премии, вручены премии, и какая-то часть была выбрана вами, сообществом, то есть у нас было более 14 тысяч голосов, которые мы получили в онлайне, это тоже очень хороший результат, и одна практика была выбрана как победитель именно сообществом. Номер один, два и три, это по сути одно и то же, это наиболее вдохновляющие практики, которые были выбраны, потому что на самом деле все финалисты это наши победители, более из тех 750, которые были получены, на самом деле они все, это лишь верхушка айсберга. Вот это международное жюри, которых я хочу официально поблагодарить за ту работу, которую они провели, вы видите здесь и фотографии, и имена, и сейчас хочу вкратце сказать, каковы были критерии оценки. Во-первых, это оригинальность идеи, которая стоит в основе каждой практики, важность сложности проблемы, которая рассматривается в конкретном контексте, конечно же, воздействие не в плане конкретных цифр, то есть крупные практики, может быть, а скорее в плане глубины воздействия на инновационность обучения и, конечно же, потенциальная возможность переноса этих практик в другие контексты, в другие страны, в другие системы образования. Вот это было жюри. Опять же, как я говорил чуть раньше, мы подготовили также веб-страницу, где были все 10 практик, они были там описаны, все 10 финалистов, и мы получили более 14 тысяч голосов из многих стран, и из них мы выбрали одну практику, которую мы вам покажем чуть позже. И не менее важно, очень важный слайд, вот это 10 финалистов, финалисты, которые были выбраны, прошли отбор вторина. К сожалению, не все были с нами, но вот вот эти были, это Тунис, Марокко, Турция, две практики из Турции, на самом деле. Это также соответствует огромному количеству практик, кстати, которые мы получили из Турции, поэтому поздравления турецкому сообществу за их, мы приветствуем их активность, Грузия, Украина, Казахстан, Босния, Герцеговина и Израиль. Вот это лица, имена, страны, финалистов. Всех их вы можете найти на веб-сайте ETF, и я правда призываю вас к тому, чтобы изучить, прочитать их практики, они очень вдохновляющие. Это на самом деле 10 историй инновации, 10 историй отдельных преподавателей, которые вкладываются своим временем и усилиями для того, чтобы убедиться, что их инновации на самом деле не просто работают, а что они видимы в международном плане. И вот это то, что происходило в Торино. То есть здесь вы видите, что трое из наших выступающих выступили. Вы видите и жюри тоже, очень живой такой интерактивный момент презентации с вопросами, предложениями. Очень насыщенные выступления, очень вдохновляющие для меня и для наших коллег из ETF. Вот это одна из двух специальных отмеченных премий. Это Бианка Бизиек из европейской сети Брюссили. Вот видите также мини-премию за то, что получили наши победители. И вторая практика Гуднес Келичи, которая говорила из Нигерии, потому что это практика за пределами Европейского Союза. Это был специальный гость, особый гость. И также смогла представить очень вдохновляющую, интересную, оригинальную практику в области повышения навыков и возможностей безработных людей. Мы очень много проводили дискуссии. Вот здесь справа, видите, проводился ряд семинаров, моментов работы. Также были моменты веселья, построили такое мини-сообщество. Очень насыщенный был момент обменом не только знаний, но и также жизненным опытом с нашими финалистами, с жюри и так далее. И не менее важный момент, это то, чего ждали все последние месяцы. Кто победители? Некоторые из вас видели в передаче церемонии, которую мы передавали вечером. Это было из голосования сообщества и жюри. Вот эти победители. Это госпожа Хедия Селами Тунис, практика, которая называется «Театр укрепления обучения при помощи ИКТ». Это Катарина Велькович из Сербии, практика под названием «Комната побега или безопасности, образовательные игры» и «Сельджук Юсуф Арслан». Стемс, то есть точные науки, держатся вместе. Вот это победители. Но что мы каждый раз говорим с коллегами ВТФ и победителям, что, скажем так, церемония присуждения была важной. Но это также было поводом обсудить эти инновации. Важны не только эти три победителя. Все десять финалистов, те люди, которые подали эти практики, все из них важны. И на данный момент мы с каждым из них взаимодействуем, чтобы убедиться, что их практики также будут показаны, будут в нашей базе данных. И вы услышите от этих трех выступающих буквально через несколько секунд. Еще одна важная вещь, что мы сделали на этом мероприятии. Мы обсуждали очень важных участников, таких как ЮНЕСКО, Европейская комиссия, это Международные тренинговые центры ИЛО, как вы видите, здесь члены президиума. Это как поддержать включение, обучение, образование, инновации в этих области. И мы начали с результатов прошлого вебинара, который у нас был в середине ноября с некоторыми из вас. И вот основные выводы из этих обсуждений, с которыми я хотела бы с вами поделиться. Первое – это то, что существует ряд вопросов. Конечно же, это не так просто все проходит, поддержание инноваций в образовании, это различные меры стимулирования, это возможность измерения воздействия нашей поддержки. Нужно также убедиться, что мы продвигаем новые взрывные инновации в линейных организациях, их устойчивость при этом. Наши участники также дают всякие полезные советы не только для преподавателей, но и также для управляющих, руководителей в сфере образования, о важности сетей, о важности сообщества. И особенно то, что системные инновации могут быть реализованы поэтапным подходам, путем убеждения, путем переноса практик, каждым учителям в отдельности для того, чтобы добиться успеха и масштабирования. И совместная работа с этими учреждениями на следующий год. У нас здесь есть ряд целых, целый ряд очень хороших партнерских отношений через сообщество. Также есть возможность посмотреть, что делает ЮНЕСКО, Европейская комиссия, какие мероприятия у них проходят, ИЛО и так далее. То есть, чем больше мы двигаемся дальше по этому пути, тем больше мы взаимодействуем с этими организациями. Теперь последние две вещи, прежде чем я передам слово нашим преподавателям. После презентации мы с вами обсудим, в чем ваши идеи на будущий год работы сообщества. Здесь я хочу просто с вами поделиться двумя вещами, но мы будем, совершенно точно это будем делать. Первое – это будущая база данных инновационного образования и обучения. Вот как выглядит эта база данных. Мы ее позиционируем в различных странах, то есть их практики. Мы их накладываем на карту, начиная с победителей, но постепенно добавляем также различные практики, которые мы получаем в рамках конкурса. И, конечно же, предоставим возможность в том числе и пользователям вам всем продолжать подавать эти практики. И будем проводить исследования по странам и по области, конечно же, этой практики, применения этой практики. Поэтому таким образом мы будем отвечать вашим потребностям, как членам сообщества, как говорилось несколько месяцев назад, что мы действительно должны концентрироваться на самых вдохновляющих, полезных практиках. И мы продолжаем свою работу, и скоро мы запустим систему открытых бэджей, то есть значков. Вот вы видите, это сертификаты, это макет. Все они, это тем людям, которые участвуют активно в нашей работе, которые представляют практики, которые продвигают то, что мы делаем, вы получаете такие бэджики, такие значки, становясь финалистами. В том числе, вы получаете вот такие открытые значки, и их будет видно на вашем онлайн-профиле. В следующем году у нас будет вебинар. Мы представим эти открытые значки, и мы представим первые открытые значки, которые будут получены в сообществе. Вот эти два новшества, которые будут в будущем, база данных и открытые значки. Ну и, конечно же, мы от вас позже узнаем в следующей сессии, чего вы ожидаете от нас. Но прежде, чем мы это сделаем, уже, наверное, время передать слово нашим трём победителям. Я очень взволнован их послушать. И вот уже Хедия с нами, может начать свою презентацию. Пожалуйста. Роберто, хотите представить? Да, меня зовут Робетто Риги. Я просто передаю слово нашим трём победителям. Мы не разделяли на золото, серебро и бронзу. Как вы уже сказали, у нас три победителя на одном уровне. Мы просто решили использовать порядок, как он идёт в алфавитном порядке. Так они будут представляться сейчас в этой нашей встрече. Поэтому первая Хедия из Туниса, Эдия Амири Силами, которая представит свою практику. Пожалуйста, слово вам. Спасибо всем вам. Презентация касается обучения с использованием ИКТ. Нужно сказать, что недостаточно мотивации среди наших студентов, поскольку они действительно редко участвуют в наших занятиях. Если они присутствуют в наших занятиях, абсенциизм достаточно часто проявляется. И интенсивно очень много используются смартфоны прямо внутри класса или даже за пределами класса, позже, где они смотрят, проверяют или смотрят фильмы. Поэтому нужно сказать, что среди наших студентов есть потеря интереса к нашим курсам. И это отражается на экзаменах. Поэтому в Тунисе лекции в университете даются на французском языке и выбирается французский, а не английский. И мы глубоко убеждены, что наши студенты должны знать, в том числе и арабский, и французский языки, в том числе и английский языки. Все эти феномены усилились из-за ковида. И наш проект, наша инновация – провести оценку. Оценку благодаря театральному представлению. Посредством театрального представления мы просим писать вот такие пьесы по тем моделям того, как преподается. И эти модели, в них используется big data, data mining и так далее. И мы просим студентов делиться на группы по двое, по трое. Один из них берет роль сотрудника, который должен убедить своего босса, что использование различных концепций, введение каких-то концепций в работу компании будет улучшать работу компании и управление в ней. И к началу семестра студенты начинают понимать, что 40% будет связано с вот этой пьесой, которую они пишут. И они эту пьесу загружают в платформу, и 60% связано с… то есть что-то 40% со скриптом, то есть со сценарием, и 60% с пьесой. И тут три модуля, три раздела и три семестра. Мастерская степень, мастерская в науке данных, и последний год – это будет около 100 студентов. И в конце каждого семестра мы просим студентов заполнить анкету, и на основе результатов этого анкетирования мы можем сказать, что это позволит студентам освоить содержание модуля, и они могут смотреть на контент этих курсов и искать аргументы, чтобы убедить своего босса. Кроме того, это позволило им улучшить языковые навыки французского, потому что некоторые из них должны были также искать правила французского, и, по сути, написание этого сценария помогло им улучшить их знание французского языка. Кроме того, студенты также просили расширить использование этого метода и повторить это в следующих занятиях. Наш эксперимент уникален, потому что он не требует моделирования встречи с боссом, и таким образом студенты сотрудничают друг с другом и наращивают свои навыки. Уникальность в том, что, по сути, это и введение французского языка, и обучение английского языка. Один эксперимент связан с изучением физики, как мы используем ИКТ в будущем. И уникальность нашего эксперимента также в том, что он может воспроизводиться, реплицироваться где угодно, и в Сахаре, и в Сибири, где нет инфраструктуры, нет интернета или электроэнергии. Это можно использовать для начального образования, начального обучения, для непрерывного образования, последующего образования в различных моделях и модулях. И это не требует дополнительных усилий учителя. Что мы еще поняли, что это имеет реальное воздействие на студентов. То есть это воздействуют и на языковые навыки, и на навыки, которые содержатся собственно в занятии, в его контенте. И кроме этого, это также возможность открыть скрытые навыки и таланты наших студентов. Это очень интересный эксперимент. И для нас это также возможность для учителей исправлять студентов по ходу, потому что этим методом мы видим эти ошибки на ходу и можем их исправлять. Что мы можем из этого извлечь? Это то, что здесь требуется настойчивость, потому что в этом эксперименте за этот год, мы повторяем этот эксперимент, в этом году тоже студенты берутся за этот эксперимент с самого начала. И студентов просят это повторять позже. То есть это интересно и для учителей, и для студентов, и очень легко адаптировать под ваш контекст. Спасибо. Спасибо большое. Гелия, были проблемы со звуком, вас не очень хорошо было слышно, но надеюсь, что участникам удалось вас услышать. Хорошо, мы не будем тратить больше времени. Я сразу передаю слово Катарине Вериковичу. Она из Сербии. Катарина, если хотите, пожалуйста, сейчас я поделюсь своей презентацией. Хедия, пожалуйста, остановите вашу презентацию. Ушла презентация? Да, вот сейчас ушла. Закрыла. Вы видите мою презентацию? Еще нет. Хорошо. Вы видите? Вы видите? Нет, мы не видим. Я поделилась. Вроде поделилась. Я попробую снова. Хорошо. Если... Хорошо. Я думаю, что что происходит. Хорошо. Хорошо. Сейчас есть. Хорошо. Хорошо. Я думаю, что вы можете видеть. Надеюсь, видно. Как вы знаете, сейчас студенты очень много используют технологии, больше, чем наши, чем родители, чем преподаватели, и наше понимание неполно. Есть разные аспекты, которые с этим связаны. Они должны понимать и должны быть в состоянии определять нужную им информацию. Поэтому некоторые вопросы безопасности в интернете, они не всегда знают. Поэтому основная проблема в том, как эффективно студентам использовать технологии для обучения и для повышения их навыки цифровой грамотности. Вот я сейчас начну. И вот благодаря своим студентам мы создали такой открытый образовательный контент, который может расширить, повысить уровень цифровой грамотности. Это приложение, которое адаптируется под доверенный куррикулум по ИКТ. Как вы видите, это Майнкрафт в форме такой квест-комнаты. А квест-комната означает, что это игра, которая происходит в определенной комнате. Цель – найти скрытые комнаты, разрешить пазлы, которые ведут вас к выходу из этой комнаты, но с ограниченным сограничением во времени. Есть какой-то фоновый звук. Да, слышно. В Майнкрафте сейчас эта среда наиболее используемая в образовательной среде. Мы тоже решили ее использовать и трансформировать, и адаптировать под обязательный образовательный материал по безопасности интернета, по доступности информации, цифровому контенту в форме вот таких комнат. Мы создали семь виртуальных комнат. Одна комната дает одну тему. Материала, и она сконструирована по тем темам, которые студенты должны освоить. И это выглядит как такая беговая дорожка. И здесь есть возможные ситуации опасности в интернете, которые могут происходить, если он или она не предусматривает различные факторы опасности. Поэтому мы создали такой виртуальный мир, где студенты и преподаватели погружаются в учебный процесс, как в реальной ситуации. В Сербии у нас есть проблема. У студентов очень низкий уровень цифровой грамотности среди студентов. Например, они не знают, как реагировать на ненадлежащий неуместный контент, который появляется на экране. Они не знают, как реагировать и реагировать на различную информацию в интернете, что с этим делать. Они не знают, как ее использовать и как трансформировать информацию в знания. Поэтому для нас, для нашей команды, команды студентов и моей команды, очень важно было создать виртуальный учебный пакет. Он называется квест-комната, где мы трансформируем темы, учебные темы в понятную форму для сегодняшнего поколения. И что уникально для этой концепции, впервые мы создали одну часть, это обязательная часть, это компьютерные науки. Мы это преобразовали в цифровой контент, открытый цифровой контент. И второй компонент, это было участие студентов, потому что там они были конструкторами, валидаторами и тестерами. Эта методология может быть реплицирована на другие темы и предметы, и чтобы вам, как преподавателя, чтобы это сделать, просто нужно быть креативным, чтобы адаптировать это в цифровую форму. Нужно быть открытыми к использованию технологии в вашем классе в различных нетрадиционных способах. Естественно, нужна лицензия на Майнкрафт, ну и, конечно же, нужно распознать студентов, которые заходят с вами с этим работать. Ну вот это последний слайд, и на этом слайде вы видите, можно взять QR-код и скачать квест-комнату, скопировать ссылку и поиграть с нами. Вот так. Все, Роберто, спасибо большое. Спасибо, Катерина, за то, что вы вложились в отведенное вам время. Если будут вопросы, пожалуйста, пишите их в чате. Предложения, вопросы, воспользуйтесь ими. Я остановила экран, да? Да, да, спасибо. Итак, ваша очередь, последняя, но не менее важна. Пожалуйста, наш участник из Турции, он расскажет о своем проекте. У вас, кажется, есть права, да? Сейчас я уточню у коллег, можете ли вы поделиться экраном, если у вас права. Снова здравствуйте. Да, вас слышно. Здравствуйте, все. Меня зовут Селджи Кьюсуф Арслан. Я дам презентацию о моем проекте «Точные науки держатся вместе». Следующий слайд, пожалуйста. Итак, почему я начал этот проект? В Турции около 4 миллионов беженцев, и примерно миллион из них – это студенты, и в моей школе около 50 беженцев, студентов. Это 5% всех студентов. И самая большая проблема в том, что беженцы не всегда общаются друг с другом. Следующий слайд, пожалуйста. По тому исследованию, которое мы провели, по проблемам беженцев в Турции, это проблемы с языковым барьером, культурное различие, непринятие турецкими студентами, недостаточное развитие в учебной среде, то есть успеваемость. И решение мы попытались использовать STEM как окраним для точных наук, наукотехнологии, инженеринги, математика, и использовать передовые подходы в их изучении. Как вы видите из этого слайда, я попросил студентов разработать материал, где они могут изучить геометрию и робототехнику. Это также свободное моделирование, даже если это не свободное физическое использование, это может использоваться в их учебной деятельности. Цель этой деятельности – дать возможность студентам изучить и общаться на этих семинарах, которые готовятся и турецкими студентами, и беженцами. 16 студентов участвовали в этом мероприятии, 8 студентов из Турции, 8, которые приехали, это были Сирия, Ирак, Афганистан. И что мы делаем на семинаре? Это процесс подготовки. После этого мы начинаем проводить это упражнение. Небоскребы, они узнают имена друг друга, потом они начинают работать над материалами, разрабатывают это в парах. Как вы видите, они успешно разрабатывают материалы, которые показывают различные части, различные кнопки. И, наконец, церемония присуждения. Следующий слайд, please. Хочу подчеркнуть некоторые моменты этой деятельности. Они работают в парах, то есть в паре есть и беженец, и местный студент. И каждую группу направляют на сотрудничество между различными парами. Это очень хорошее достижение этой работы. Из-за того, что у них разная история обучения, очень сложно провести общее обучение в классе. Студенты-беженцы не имеют того же опыта, который могут иметь турецкие студенты. Турецкие студенты могут чувствовать себя более комфортно, поэтому призываются к тому, чтобы эти пары были смешанными. Материал представляется классу, а потом дается коллегиальная оценка. Почему эта работа очень важна? Потому что это позволяет развить как хардовые, то есть технические навыки, так и софтовые навыки. И благодаря этому проекту за период его проведения он продемонстрировал абсолютную успешность. Студенты взаимодействовали друг с другом, в том числе и за пределами класса. Таким образом, они преодолели барьер коммуникации. Поскольку целевая группа использования подхода STEM использовался общий язык, это стало уникальной методикой. И распространение. Она может реплицироваться, то есть воспроизводиться в обучении и других студентов в том числе. И как вы видите из этого слайда, эта практика уже начала применяться и в моей школе, и в других школах Турции. Кроме того, она публикуется на различных телевизионных каналах и в других печатных изданиях, и также в различных блогах. И мы включили модели, примеры или сценарии этих семинаров. И таким образом эти упражнения можно адаптировать к другим классам и к другим занятиям. В целом, что я узнал, что студенты преодолели языковые барьеры, барьеры общения. Также это очень важно для будущего сотрудничества между студентами. Они развивают технические навыки и более общего порядка навыки. Также это сотрудничество между НПО и школами. Эти упражнения могут адаптировать к любым занятиям. Важна здесь сама идея, как строится эта работа. Спасибо за внимание. Спасибо всем. Как вы уже поняли, у нас разного рода практика была предоставлена, и мы увидели, что некоторые люди используют технологии интенсивно, кто-то другие цифровые инструменты, другие люди использовали меньше технологических разработок, но тем не менее они все были вдохновляющие. В этом случае мы рассмотрели и вопрос социальной инклюзивности и многое другое, также поддержку интеграции мигрантов. Мы уверены, что эти три, да и остальные семь практик действительно заслужили похвалы и заслужили своих наград. Мы надеемся, что эти знания смогут быть переданы и станут передовой практикой, которой вы также последуете. Я обращаюсь ко всем, кто в этом заинтересован. И сейчас, я думаю, мы можем перейти к следующей сессии. Я хотел бы поделиться экраном. И я попрошу Марту, Марту Дегура, представить эту сессию, в которой мы решили обозначить совместное создание либо кокреация. И рассмотрим, сообща, какое будет будущее наше сообщество. Вам слово. Добрый день всем. Я Марта Секюра. И мне несказанно приятно находиться среди вас и слушать такие прекрасные результаты, узнать больше о победителях и о практике. Действительно, я считаю, это огромная ценность для всего сообщества. Необходимо отметить, что лично с моей точки зрения я получила огромное удовольствие быть частью этой инициативы и команды. Потому что вместе с Роберто мы вступили в сообщество в мае, и первая задача была подготовить запуск самой заявки. И сейчас, в декабре, нам очень приятно видеть результаты. Мы действительно видим, что сами результаты осязаемы. И мы считаем, что эти примеры станут нашим дальнейшим топливом для будущих мероприятий. Итак, сообщество растет. И, как вы можете сами увидеть, это профиль сообщества ETF по открытому пространству. Мы говорим об инновационных учителях. И более 1200 у нас человек. У нас 1284 уже. И мы знаем, что по факту в этом наша власть и огромный потенциал. И в рамках сессии мы хотели бы рассказать, что мы можем делать на уровне нашего потенциала в наших сообществах. И я призываю вас воспользоваться всем тем, что вы услышите. И в рамках данной сессии по кокреации, почему мы называем это кокреацией, либо совместным творчеством, мы хотим услышать ваш активный голос. И это станет тем элементом, который мы хотели бы использовать в рамках всех наших вебинаров, которые пройдут на протяжении следующих месяцев. Сначала мы хотим вкратце провести обзор сообщества. И во второй части мы проведем своего рода брейнсторминг и запланируем деятельность на 2023. Итак, сообщество начало свою жизнь в сентябре 2021 года для обмена знаниями в рамках стран ETF, для того, чтобы обмениваться обучающими инновациями. И я сама по факту ставила себя на место учащихся сообществ, и я задумалась о том, как я могу получить какую-то выгоду, принимая участие в этом сообществе. И давайте рассмотрим, какие эти множественные преимущества. Безусловно, вы можете узнать как можно больше о новых обучающих и учебных практиках посредством вебинаров, которые мы организуем ежемесячно. И мы организуем дискуссии посредством платформ, и не только. И в рамках вашей работы вы можете продвигать различные мероприятия посредством открытых пространств. Можете разрабатывать, писать статьи, которые потом будут размещены на открытом пространстве. Они будут доступны абсолютно для всех. Также очень важно то, что сообщество вам предоставляет возможность выступить в сеть. Вы можете найти людей из сети по всему миру. И таким образом у вас возникает возможность сотрудничать с учителями по всему миру и участвовать в тренингах. То есть это очень важный момент. А для нас, для тех, кто находится внутри сообщества, очень важно видеть ту работу, которую выполняют наши амбассадоры, которые повышают уровень видимости на национальном уровне, в том числе и на международном уровне. И есть также прекрасная группа на Фейсбуке, которая помогает нам повысить уровень видимости сообщества. Еще раз до месяца мы выпускаем информационный бюллетень для того, чтобы вас своевременно информировать о мероприятиях, вебинарах и не только. На предыдущем слайде вы видели, как мы предоставляем поддержку инновациям, а на данном слайде вы видите, каким образом инновация имеет место на уровне сообщества благодаря этой нашей программе и выдаче премии. И также, опять же, мы с радостью представим вам новых членов менеджера сообщества в рамках открытого пространства. И, скорее всего, вам интересно, кто же это тот человек, который вам высылает приветственные сообщения, кто высылает вам электронные письма, кто стоит за OpenSpace. Это Эрмина Мартини и Фабио Нашмбель из ETF. Также есть персонал, который им предоставляет поддержку. Это Роберто и я. Говоря об открытом пространстве или OpenSpace, если вы перейдете на профиль менеджера сообщества, то есть если вы перейдете на мой профиль и на профиль Роберто, вы увидите разные посты и информацию касательно последующих вебинаров, мероприятий. И я хочу подчеркнуть наличие вот этой кнопочки, кнопочка «плюс» либо кнопочка «добавить». Это возможность добавить новые посты и работает так же, как вы видите у себя на профиле. То есть по факту вы можете добавлять информацию через ваш профиль. и мы приглашаем вас пересмотреть ваши профили, добавить информацию, откуда вы и так далее. Также мы приглашаем вас к участию в нашей сети. Сейчас я хочу передать слово Роберто, который покажет, что мы подготовили для членов сообщества. Итак, мы поговорим об Antiquid. Что же это такое? Мы хотели бы понять, кто наши члены сообщества, и мы хотели бы спросить, кто же вы, кем вы являетесь, по вашему мнению. Итак, мы выявили четыре основных роли на уровне сообщества. И сейчас я вкратце хочу пояснить, что же мы считаем по каждой из ролей, которую вы видели. Так, эксплоратор. Этим может быть любой член. Это человек, который начинает использовать инновационные цифровые подходы, но может нуждается в большее вдохновение для того, чтобы продолжить работу. И более того, мы задумались о том, какова их роль на уровне сообщества. Вот, например, моя роль внутри сообщества инновационных учителей может заключаться в следующем. Я посещаю тематические вебинары, я читаю блокпосты, доступные на OpenSpace, и подписан на информационный бюллетень сообщества. Идем на шаг дальше. Я также могу быть инноватором. Инноватор — это тот, кто уже использует широкий спектр инновационных материалов, обучающих материалов и подходит уверенно, креативно и с критическим мышлением для того, чтобы усилить, развить свои профессиональные виды деятельности. Также можно задавать вопросы. Иногда, как участвуем активно в вебинарах, создаем блокпосты в OpenSpace и комментируем содержание, доступное в OpenSpace. То есть идет речь об активном подходе на уровне сообщества. Третий тип — я являюсь пионером. Пионер — это наивысший уровень члена сообщества, потому что это означает, что роль пионера на уровне сообщества заключается не только в том, чтобы пассивно посещать вебинар, но также создавать контент и делиться им, также быть в качестве выступающего в рамках вебинара, поделиться информацией, в том числе и за пределами сообщества. И мы рассматриваем, что пионеры — это все те, кто предоставляет различного рода практики. Это те, кто вышли в финалисты. Еще целый ряд деятельностей прописываются пионерам, которые, опять же, являются лидерами в инновации и являются также и источниками для вдохновения. Послы — это единственная категория, которая особенно создана на уровне ETF. И вы решаете, кто может быть амбассадором на уровне страны и члена, которая вовлекает других в инициативы. И амбассадор, посол амбассадор, он задействован во все мероприятия сообщества, работа с членами, продвигает инициативу в своей стране и старается вовлечь как можно больше членов. Для того, чтобы мы убедились, что мы на том же, что все на том же уровне, принимают во внимание все то, что решается на уровне ETF. Но, итак, у нас есть роль эксплорера, инноватора, пионера. Это то, что вы можете решить насчет вашего статуса. То есть вы сами определяете, кто у вас. я попрошу запустить Ментиметр. Мы сейчас разместим ссылку и поделимся также и кодом QR, если вы хотите подключиться через смартфон. И в чате вы уже видите предоставленную ссылку, вы можете на нее нажать. И вопрос очень-очень простой. Какова ваша роль? Какая, по вашему мнению, ваша роль на уровне сообщества? Выберите из данных трех профилей. Так считаете ли вы, что вы больше являетесь пионером, считаете ли вы, что вы больше инноватор, либо ваша роль заключается лишь в наблюдении за тем, что происходит. А с другой стороны вы, может быть, уже готовы начать делать что-то новое. Я вижу, что люди уже голосуют. Не стесняемся. Я рад видеть, что у нас уже шесть пионеров отметилось. Безусловно, мы не говорим лишь о том, что у вас должна быть вся компетенция в определенной области, но мы также говорим и о вашей будущей роли внутри сообщества. И вы сами можете запланировать, предусмотреть вашу роль на будущее. Вы можете, например, запланировать быть более активным. Может быть, вы напишете несколько статей для нашего новостного бюллетеня и не только. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их. Вы можете их задавать в чате. Мы можем еще одну минуту подождать, если люди хотят еще успеть проголосовать. Я рад видеть, что у нас прекрасное число инноваторов. Безусловно, на уровне статистики может быть, это не столь показательно, потому что мы видим, что общее количество участников сегодня более 80, а отметилось намного меньше. Тем не менее, это прекрасные показатели. И мы видим, как люди себя позиционируют на уровне сообщества. Зачем мы это делаем? Мы это делаем, потому что мы хотели бы лучше вас узнать. Мы хотели бы узнать, кто же наши члены, как я уже было отмечено в начале. У нас 1300 членов на уровне сообщества, но мы не особо хорошо знаем, кем они являются. и в последующей неделе вы получите краткое онлайн исследование, и мы попросим его пройти самостоятельно, и это нам очень поможет для того, чтобы мы смогли понять, каков же образ сообщества, и мы хотели бы понять, кто вы, что вы ожидаете, и чем вам хотелось бы заняться в последующем году. и мы хотим понять, что же вам необходимо, что мы можем привнести для вас, чтобы вы в дальнейшем это перенесли на уровень сообщества. Спасибо огромное и очень рад видеть, что у нас достаточно много пионеров и инноваторов и 11 исследователей, и мы видим, какая обрисовалась на сегодняшний день картина. Как мы отметили в самом начале, в нашей повестке на сегодня мы указали и презентацию стороны Фабио. У нас осталось еще 5-10 минут на так называемую сессию по креации, и мы попросим вас подключиться к Jamboard. Jamboard это очень простой Google инструмент, который вы можете рассматривать в качестве Canva, где вы размещаете ваши посты. Вы можете размещать ваши идеи, писать комментарии, предложения. итак, если вы перейдете на ссылку, которую только что мы разместили в чате, мы будем поблагодарны, и вас перенаправят на вот этот board. И мы видим сообщество инновационных учителей в 2023 году, что мы собираемся делать в следующем году. И вы можете просто сделать следующее. Может, я постараюсь вам показать, как можно работать у себя на компьютере, и вы это уже увидите и у себя на ссылке. Вы можете просто навести курсор на разноцветные стикеры, и выберите мы их перетаскиваем, куда нам удобно, и пишите, например, что вы ожидаете например, определенных тематических вебинаров, также можете например показать ваше предложение. Не стесняемся в идеях, пожалуйста, будьте креативны. Сейчас самое время, чтобы вы поделились вашими идеями и ожиданиями. И безусловно, мы сделаем все возможно для того, чтобы осуществить ваши пожелания и соответствовать вашим потребностям. Я вижу, что люди уже начали писать, нас это радует. Может быть, мы еще попросим вас добавить имя, чтобы мы смогли и связаться с вами. например, сообщество из Африки. Я бы сказала, что все инициативы звучат прекрасно, но они нуждаются в более пространном исследовании. И если вы хотите указать свое имя, это был бы прекрасный день, чтобы мы могли с вами связаться, например, расширение сообщества в Африке. Во-первых, я хочу отметить, что я рад, что все поняли задачу в рамках этого упражнения, и я рад, что мы можем что-то новое привнести в сообщество. Безусловно, любого рода предложения приветствуются. Также касательно новых тем на будущее, может быть, это те темы, по которым вы хотели бы организовать вебинары. Может быть, у вас есть тема, которая вам очень нравится, либо вы хотели бы ее предложить только за то, чтобы вы их нам указали. Итак, больше тематические вебинары, узнать больше цифровых инструментов, компетенции по оценке, инновационная база данных по инновациям. Кстати, мы только начали вместе с Фабио работать над базой данных, которую мы включим в практики, которые предоставим в рамках курса. Не знаю, если Фабио хочет что-то добавить в этом плане. База данных будет уже видна в следующем году, где-то в конце марта. И вы должны понять, что мы получили около 700 практик, и поэтому мы начинаем работать с огромного количества практик. Но благодаря нашим экспертам мы решили давать предпочтение к качеству. И мы решили начать с малого количества. И каждая практика, которая будет предоставлена, она будет как-то резонировать с идеями тех, кто их будет читать. И начнем размещать идеи в марте. И будем конечно же просить вас о поддержке. И мы попросим также вас высылать практики, даже если не будет объявлено конкурсов. И мы считаем, что конкурс, который мы организовали, был очень полезен, потому что таким образом мы можем работать с определенными инновациями. Я вижу, что на Джамборд очень много идей. Благодарю вас за это. Также я вижу и темы. Прошу вас записать и определенные темы для вебинаров, которые вы хотели бы, например, услышать. Амбассадоры это те люди, которые особенно активны на уровне сообщества и они знакомы с национальной средой и на данный момент, например, у нас 76 друзей и коллег, и мы вас всех призываем делиться идеями. Мираб поднял руку. Да, Мираб. Это был прекрасный опыт. Я хочу сказать, что действительно эти конкурсы работают, и не только сегодня. И я предлагаю провести конкурсы следующие таким образом, чтобы они были распознаваемы не только у нас, но и повсюду. И я хочу сказать, что я очень рад, что была нам предоставлена такая возможность участвовать в этих конкурсах, и я думаю, что нам стоит уже задуматься над тем, как сделать наши конкурсы более распознаваемыми, на уровне многих стран, и использовать целый ряд инструментов. Спасибо. Благодарим вас, Мираб. Я вижу, что люди все еще продолжают писать свои посты, и, как я в чате написал, вы можете использовать и вторую страницу самой доски. Джемборд у нас достаточно места. Если вы пойдете наверх, курсором перейдете наверх, вы сможете курсором перейти на вторую страницу, и там вы найдете абсолютно доступную страничку. Пожалуйста, используйте и чат, и размещайте идеи в чате. Мы их скопируем. Уже начали делать, да? Если вы хотите выступить, пожалуйста, не стесняйтесь. Держите, как и Мираб. У нас еще около 10 минут. Если у вас есть какие-то идеи касательно того, что можно еще сделать. Например, если вы хотите, скажем, расширить сообщество в Африке, опять же, уточните, записывайте. Если вы хотели расширить именно сообщество ETF в Африке, указывайте, либо вы хотите, скажем, на уровне Литвы это расширить, либо на уровне Марок, либо в Средней Азии, пожалуйста, записывайте. Главное, чтобы эти идеи были отражены на нескольких постерах. То есть, давайте так, не стесняйтесь записывать любые ваши идеи и не стесняйтесь выступать. Я не знаю, если победители все еще с нами, но если у кого-то есть вопросы к ним, вы также можете задать их. Добрый день. Добрый день, Мехамед. Добрый день, спасибо за предоставленную возможность выступить сегодня. Прекрасная возможность для нас. И у меня есть одна идея. Медина отметил очень важный момент. И нам действительно необходимо больше заявителей на уровне Африки. Я работаю в сфере образования на нескольких уровнях и у нас прекрасная возможность делиться идеями и для Африки, и для многих других стран. Прекрасная возможность предоставляется обсуждать многие вопросы, в том числе и посвященные изменениям климата. В моем родном городе с учениками мы работаем достаточно интенсивно, но есть не менее 3 миллиона других детей, которые никогда не ходили в школы. И в целом в Нигерии ЮНЕСКО отметится, что у нас более 9 миллионов детей, детей. именно поэтому очень важно, чтобы в Африке мы воспользовались предоставленными возможностями, чтобы мы улучшали наши методы работы с детьми. Я очень рад, что у нас есть возможность сотрудничать и с Марокко. Они помогают молодежи из Африки организовать конференции в Марокко. и я также могу делиться моим опытом ими наработками. И все очень интересно. Я хочу еще раз поблагодарить за предоставленные возможности. Спасибо вам огромное. Мы хотим вам сообщить, что мы сотрудничаем и с с Сахарой и мы работаем и с многими другими организациями, ITC и Международный обучающий центр ILO. И мы рады тому, что в западноафриканских странах мы также сможем поработать. Спасибо за идею. Вы абсолютно правы, когда говорите, что мы должны делиться информацией, а не удерживать ее для себя. И со стороны членов сообщества поступил запрос делиться как можно большим количеством практик. И мы стараемся действительно придерживаться этой просьбы. У нас уже около 700 прекрасных идей, и мы работаем над их развитием. Но пожалуйста, продолжайте предлагать идеи. Мы видим Моника по софт скиллс также отметила, что каждая практика, даже та, которая требует каких-то технических вмешательств, она нуждается в каких-то софтовых навыках. И надо убедиться, что мы все на одном и том же языке разговариваем, понимаем друг друга. И вот в среду после нашего мероприятия некоторые из наших участников, в том числе и профессор Адам Каплан из Турции, который сегодня с нами, выступит с презентацией по метаверсием обучения в Турине. и это будет так называемой неделей инноваций. И мы также выступим с вебинарами, то есть у нас достаточно много работы. Я вижу, что огромный интерес по новым видам образования, я вижу, что достаточно много идей, поэтому в предыдущем месяце у нас будет достаточно много работы. Я вижу, у нас возник вопрос со стороны Муамин. Муамин, пожалуйста, вам слово. Мы не можем верить всех участников, поэтому раз вы подняли руку, предоставим вам слово. только не забудьте включить микрофон. спасибо. Я хочу отметить следующее. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за участие. я из Сирии. Я разработал виртуальную библиотеку, и в этой библиотеке объединены обучающие инструменты, и я голосовал за победителя, в том числе за доктора Гадра. И я работаю также в качестве инструктора по Майкрософту, и три года я участвовал в многих разработках и платформах виртуальной реальности, и все они из области интерактивного образования. Спасибо огромное, и для меня честь быть вместе с вами сегодня. Благодарю вас, доктор Муамин. Я Муамин. Муамин, да. Мы организовали несколько месяцев. Мы организовали несколько месяцев назад вебинары по расширенной реальности, и в следующий раз в следующем году у нас обязательно будет еще подобный семинар, и пожалуйста, держите связь, возможно, следующим выступающим. Спасибо. Я положительно удивлен огромным количеством предложений, которые все еще поступают. Мы их все соберем и проанализируем в последующие дни, и мы уже уверенно разработаем нашу стратегию, основываясь на ваших предложениях, потому что они действительно нам очень необходимы. И, как я ранее отмечал, вы получите ссылку на онлайн-опрос, и мы зададим несколько вопросов о вас самих, также спросим вас о ваших ожиданиях на будущее от нашего сообщества. От моего имени хочу вас всех искренне поблагодарить, так как участие у вас было шеломительным. Хочу поблагодарить наших трех финалистов и победителей, и всех тех, кто участвовал в тренаграждении, и всех, кто сегодня присутствовал. Да, и я хочу выступить с заключительными словами благодарности. Пожалуйста, не забудьте зарегистрироваться на веб-страничке общества OpenSpace. Чем больше всего мы сумеем сделать, тем больше людей мы привлечем. И часто люди говорят, все это прекрасно, но мы не знали. И каждый из вас по отдельности вы можете сделать столь много всего. И как минимум вы можете зарегистрироваться. Я опять в чате размещу ссылку. И пожалуйста, не забудьте там зарегистрироваться, потому что таким образом мы не потеряем ни одной новости, ни следующего вебинара, либо информации, либо заявки, призыва на следующее участие. И это также позволит нам быть всем вместе держать связь. И спасибо огромное за то, что большинство людей дождалось самого завершения мероприятия. вам очень благодарны. Также благодарим Роберту и Марту за эту сессию Ко-креации. Спасибо вам огромное. Благодарим всех нас, всех вас. Я вижу некоторые новые имена, некоторые имена нам уже знакомы. И я хочу сказать, что официально объявляем закрытие инновационной недели, которая началась на прошлой неделе. И Роберта была с нами марта, с нами была в онлайне и помогала нам на расстоянии. И это была просто изумительная неделя, полна инноваций. и надеемся, что в следующий раз мы также с всеми вами встретимся. Спасибо всем огромное. До свидания. До свидания. Субтитры